Иван Яковина, журналист издания НВ. Иван, приветствую тебя. Добрый день, Иван. Саляму алейкум. Алейкум асалям. Вот ты в одном из своих недавних постов в Ютьюбе, в своем блоге, как раз комментировал санкционную политику. Я скажу, что ты более оптимистично настроен на действенность санкций, чем большинство экономистов, либеральных, российских, там Некрасов, виноземцев, филарионов и так далее. Ты приводишь даже пример Ирана, где из-за нехватки импортных узлов и деталей, я тебя цитирую, используются местные аналоги, а результат постоянной техногенной катастрофы, как то недавнее крушение поезда. То есть ты видишь подобный сценарий и в России в следствии этих санкций, так? Ну а еще тут верить или не верить, уже известно, что закрылся, например, Тихвинский вагоностроительный завод просто из-за того, что не хватает подшипников для производства вагонов. Любой транспорт, естественно, все, что крутится, требует, любое колесо требует подшипника. Россия может производить подшипники только те, которые не очень высокого качества, которые годятся для использования в не самых экстремальных условиях, а там, где что-то тяжелое или где-то что-то очень жесткое, там уже нужны подшипники очень высокого качества, они были либо шведские, либо американские, их нет. Поэтому с транспортом в России скоро будет большая беда. Тут даже ничего, как говорится, выдумывать не надо. Будут ставить, наверное, плохие подшипники, ну и будут поезда ломаться, колеса у них отлетать, всякое такое. То есть это, в общем, абсолютно неминуемый сценарий. Тут не надо верить или не верить, так оно будет просто, и вот и все. Ну, то есть, а ты веришь то, что, опять, извини за слово веришь, но как-то оно будет все-таки в ближайшем будущем как-то влиять на decision makers в Кремле? Вот в том числе ты предрекаешь повальные увольнения в конце сентября, в начале, то есть в конце лета, в начале сентября, и, соответственно, ну мы можем ожидать каких-то народных волнений. Ну, увольнения не в Кремле, естественно, ты понимаешь, да? Я говорил о том, что увольнение вполне вероятно, опять же, это не я говорю, это многие канонисты говорят о том, что к концу лета, к началу осени Россия проест многие свои запасы, и она в значительной степени сейчас существует еще за счет старых запасов, всего того, что было накоплено на складах. К осени это все закончится, и начнутся серьезные проблемы с комплектующими, с рынками сбыта, со всяким прочим таким. Ну, например, в автомобильной промышленности, которая в большей степени зависит от иностранных комплектующих, спад уже составил более 80%. То есть 80% производства зачеркнули. Как ты понимаешь, в этом автомобиль не делают прямо на заводе ВАЗ, а многие его злые комплектующие поставляют все из других мест. Это означает, что если на самом автовазе, там, допустим, 30 тысяч человек останутся без работы, то еще несколько сотен тысяч останутся без работы в компаниях-смежниках. То есть тех, кто поставлял всякие узлы, какие, не знаю, стеклоподъемники, например, для машин автоваза, вот они тоже останутся без работы, потому что некуда будет продавать свои стеклоподъемники. Ну и так далее. То есть аналогичная ситуация будет во всех сферах. Для тех же вагонов много всего изготавливается, да, но если у вас нет подшипников, значит у вас нет вагона. А если у вас нет вагона, то вам не надо закупать для этого вагона столы, если это там, или какие-нибудь кресла-сидения, если это вагон пассажирский, либо там какой-нибудь еще какие-нибудь бочки или коробки, если это вагон грузовой. Поэтому вся экономика останавливается. Тут опять же не надо верить или не верить. В общем, объективная реальность. С этим ничего не подделать. То есть точнее можно подделать с этим что-то. Для того, чтобы ситуация улучшилась, нужно отменять санкции. Но санкции будут отменены только в том случае, если Путин перестанет быть президентом России и Россия выведет свои войска из Украины. Но этого, к сожалению, пока не предвидится. Иван, не все, скажем так, радужно смотрят на это. Вот еще по какой причине, да, то, о чем сразу говорил Питер. Окей, санкции ввести, как говорится, много ума не надо. Тут же вопрос отследить, чтобы они соблюдались. Потому что пока вводятся санкции, естественно, тут же придумываются пути их обхода. И мы имеем такие две логистические дыры, как Казахстан, Узбекистан, с которыми ничего невозможно сделать. И, в общем-то, мы понимаем, что те люди, которые зарабатывали деньги именно этими логистическими, в том числе, путями, которые были до полномасштабного вторжения в Украину, они бы хотели продолжать это делать. И, соответственно, найти, как обойти санкции за счет каких-то офшоров в Сингапуре, это просто, ну, скажем так, удорожание логистического рукава. Но на самом деле путь будет найден. Более того, некоторые даже говорят, что он будет найден аккурат к сентябрю. Если я правильно понял, вы говорите о том, что контрабанда будет налажена, да? Это не только контрабанда, это серый рынок, которого 40% в принципе в мировой экономике. А откуда у вас такая информация? Ну, это есть статистические данные, есть разные исследования по этому поводу разных институтов. Это говорят экономисты. Впервые слышу. Ну, ладно, хорошо. Понимаете, можно, конечно, какими-то там на осликах через горы перевести какое-то оборудование и так далее. Но для нужд промышленности такой большой страны, как Россия, этого не хватит. А если уже начнете поставлять не осликами по горным тропам, а вагонами, то это сразу узнают об этом американцы. И как только они об этом узнают, они накажут тех, кто и занимается этим. Поскольку никто не желает и не мечтает быть наказанным американцами, то этого, скорее всего, не будет. Поэтому, да, какие-то поставки вот эти подпольные тайны будут, естественно. Кто-то будет, то есть подшипников хватит все тех же, извиняюсь за постоянное к ним возвращение, для автомобиля Владимира Путина. Для него найдут. Но вот для производства сотен тысяч автомобилей уже не найдут. Вот в чем проблема. То есть какой-то серый кусочек... Вот как Путин сказал, собственно, кстати, честно сказал, что те, кто жили хорошо, те и будут дальше жить хорошо. А те, кто жил плохо, извините. Вот, в общем, да, у самого Путина, у его друзей с автомобилями будет полный порядок, а у всех остальных россиян нет. Иван, вот кто сейчас из европейских лидеров является тем, на кого смотрит Путин, и с ним связывает свои надежды? То есть сейчас участились такие вот мнения, ты в том числе тоже выражал мнение, что, допустим, те же Шольц и Макрон очень обеспокоены слишком уж убедительной победой потенциальной Украины. Вот Шольц является вот таким Макрон сейчас потенциальным союзником Путина. Ну, почему потенциальным? Они и есть союзники Путина, они с ним постоянно разговаривают, они отправляют ему огромные суммы денег за нефть, за газ, то есть это и есть союзники Путина. С моей точки зрения, Макрон уже просто неприлично долго ведет какие-то беседы с Путиным, причем ладно бы эти беседы давали какой-то выхлоп, да, то есть какая-то польза от них, ладно. Нет же нифига никакой пользы, я вообще не понимаю, зачем мы с ним разговариваем. То же самое касается Макрона, ну, Макрон, ой, извиняюсь, не Макрона, а Шольца. Шольц с Шольцем все еще более печально, Шольц категорически блокирует поставки, ну, по сути дела, любых вооружений в Украину, уже не просто тяжелых, а вообще никаких не дает. Причем не только сам не дает, например, промышленность немецкая говорит, мы готовы поставить, дайте нам разрешение. Шольц не дает разрешение. Испания говорит, мы готовы передать Украине немецкие танки, нам нужно разрешение в Германию. Шольц говорит, а я не видел никакого запроса от Испании, ха-ха-ха, поэтому я не могу на него ответить, раз я его нет, а раз я на него не отвечаю, то и разрешения нет. Поэтому никакие танки вы, испанцы дорогие, в Украину не поставите. Ну и так далее. То есть человек работает просто на Кремль, в кровь ему уже. То есть я даже не знаю, ну, вот как бы, что он должен там поцеловать Владимира Путина на камеру, в губы или что, чтобы поверили наконец, что Шольц сейчас работает на Россию. Я не знаю, что еще нужно делать. А с этим вообще можно что-то сделать? Потому что когда мы видим, что происходит на самом деле, и слышим его эти громкие заявления, какой он самый главный помогающий помогун, то плюнуть в телевизор этого как бы маловато. Это не наша с вами забота. Этим должен заниматься народ Федеративной Республики Германия. И к счастью, в Германии все еще демократия. И 90, ну может быть не 90, может быть 80 процентов немцев, как-никак Украину поддерживают. И поддерживают поставки тяжелых вооружений в Украину. Поэтому на следующих выборах наша задача в том, чтобы не забыли немцы о том, как себя гнусно и подло ведет господин Шольц. И проголосовали против него. Кстати, по-моему, уже были какие-то выборы в земле Северного Вестфаля. И там его партия пролетела как фанера с Берлином. И заняли первое место Зеленый и ХДС. Нынешний Зеленый с ним в коалиции, а ХДС в оппозицию. Самое интересное, что Зеленые по своей популярности уже сравнялись с партией Шольца. Если бы выборы были сегодня, то Зеленые заняли бы, ну даже не третье, а второе место. А первое место было бы ХДС. Партия, кстати, тоже не то чтобы я сильно обожаю. Меркель вот из ХДС, и все мы знаем, как она управляла Германией, как она с Путиным там десятилетиями водила дружбу. И, в общем, поспособствовала созданию российской военной машины. Вот если бы Зеленые победили, было бы вообще шикарно, я считаю, это было бы хорошо. Но выбора в ближайшее время о всеобщих не предвидится. Хотя есть надежда на то, что в немецком парламенте соберутся трезвомыслящие люди, и объявят в конце концов Шольцу воту в недоверие. В этом случае либо появится новая коалиция, либо будут созданы внеочередные выборы. Вот если можно говорить про воту в недоверие, вот его пережил британский, например, Борис Джонсон, большой друг Украины. Но, ты знаешь, победа эта, возможно, была первого, учитывая, что его причинственница Тереза Мэй пережила воту в недоверие в свое время с большим количеством поддержки от своей партии, чем Джонсон. То есть вполне вероятно, что Джонсон таки до конца года вынужден будет покинуть этот пост. Да нет, все у него хорошо. Ну, это я говорю, что у Мэй был лучший результат, за нее проголосовало больше, и она вынуждена была все равно покинуть пост. Я говорю, что просто гипотетически, если он вынужден будет это сделать, насколько это может повлиять негативно на поддержку Украины? Не на нем же она строится? Не на нем же весь свет клином сошелся-то на Джонсона? Ну, не на нем, конечно, но он все-таки значительную роль в этом играет. Потому что Джонсон, конечно, очень такой резвый, резкий, борзый даже, я бы сказал, в хорошем смысле. И вовсе не факт, что после этого его будет торловек. Вполне может быть какой-то размазня очередной, да? Вот как были до этого, к сожалению, несколько раз в Великобритании премьер-министры. Может быть размазня? Да завтра. Он был же Чимберлен, да? Помним из него. Ну, и Тереза Мэй была тоже, в принципе, такая. Ну, Тереза Мэй, она была, по-своему, тоже крутая тетка. Ну, как бы, ну, не такая крутая, как, скажем, нынешний Джонсон или как там Тэтчер. В общем, не об этом, в любом случае, следующее, вот, у меня доверие по законам британским может состояться только через год. То есть, в июне 2023 года. До этого периода очень много чего произойти может. Поэтому я слишком сильно сейчас бы за Джонсона не волновался за его судьбу. Я думаю, он сегодня будет нормально. Причем, представляешь, вот я знаю, ты большой нелюбитель Трампа. Я подозреваю, что ты тоже был не очень воодушевлен выборами Джонсона. А до этого Брэкзитом. Джонсон был один из архитекторов Брэкзита. Мы все, я крайне переживал. И, тем не менее, посмотри, что получилось. Что бы там ни было, но Джонсон уже заработал... То есть, ну, что бы ты ни говорил про него, для Украины это святой человек. Ну, посмотрим по итогу. Святой человек. Я никогда не думал, что Джонсон плохой. Мне Джонсон всегда нравился, я тебе честно скажу. Даже когда он какие-то странные вещи заявлял, мне он все равно нравился. И Брэкзит я не считал такой уж плохой затеей, потому что, знаешь, давай честно говорить. Великобритания всегда была пятым колесом в Евросоюзе. Она была, как он пришел к собаке ход. Ну, вообще, ни туда, ни сюда, ни нашим, ни вашим, непонятно, что она вообще делала в этом Евросоюзе. Сейчас она, мне кажется, обрела внутреннее спокойствие, гармонию и так далее, отклеившись от Евросоюза. И, в общем, мне кажется, Евросоюз тоже обрел внутреннюю гармонию, потому что слишком, может, было много проблем с британцами. Ну, это мой личное мнение. В общем, я и к Джонсу нормально... Потому что Джонсон, на мой взгляд, это один из умнейших людей, из ныне существующих на нашей планете. Он, хоть и выглядит так, достаточно нелепо, да, но при этом он человек какого-то нереального ума. Я в одно время как-то даже увлекся британской политикой. Я смотрю, этот человек рассчитывает свои ходы на 5-6 ходов вперед, то есть политические. То есть это такой госминистер просто невероятного уровня. И очень нам повезло, что он сейчас выступает за Украину, а не против. Ну, не просто, он не просто еще, я бы сказал, не ясновидящий, а ясносмотрящий. То есть человек, у которого есть... Яснодумающий! Да, да, clear thinking. Это такая калька сангельского человека, для которого конфликт, война в Украине не имеет оттенков серого. Как для остальных тех же там континентальных европейцев. Знаете, если бы мировое правительство, там, мировая закулиса и масонский заговор не существовал, его в данной ситуации, мне кажется, нужно было бы придумать и поставить Джонсона во главе. Потому что, ну, если так пойдет дальше, как происходит, то такое ощущение, что это грозит превратиться реально в войну всех против всех. Иван, кстати, у меня такой вопрос. Ты можешь как-то объяснить, возможно, это немножко такой банальный вопрос, и ответ на него очевиден, я не уверен. А чем объяснить такую русофобию в хорошем его смысле, путинофобию, скажем так, британцев? Ладно, там, допустим, те же британцы скажут, ну, извините, Россия убивает наших граждан, своих бывших сограждан у нас на территории, они себе много всего позволяют. С другой стороны, русские, как никто другой, контрибировали в британскую экономику, как инвесторы, вкладывающие в недвижку, посылающие своих детей учиться в London School of Economics и так далее. Чего британцам так кипятиться так? Почему британцы именно стали теми, которые поддерживают сейчас Украину, как никто другой в Западной Европе? В Великобритании давным-давно есть политика, которая заключается в следующем. Ни одна из европейских континентальных держав не должна слишком усиливаться. Когда усиливалась Франция во времена Наполеона, британцы были против Франции. Когда усиливалась Германия во времена Гитлера или Кайзера, Великобритания была против Германии. Сейчас Путин решил возвеличиться и усилиться не по чину, Великобритания, соответственно, против России. Если в какой-то момент Россия успокоится, угомонится, станет стороной типа Канады, и, скажем, Германия начнет возвеличиваться опять, и с точки зрения Великобритании это будет слишком круто, то в этот момент англичане займутся уже немцами. Ну, такая вот у них политика, исторически так сложилась. И, в общем, наверное, правильно, да, ну, по крайней мере, в интересах Великобритании работают всегда хорошо. Выходит, что полицейские главные по Европе Британия, а не Америка, смотрящие по Европе. Ну, нет, она просто отстаивает свои интересы. Я не могу сказать, что она регулирует как-то Европу. У нее просто есть свои интересы, и она нормально свои интересы преследует и отстаивает. Это любая страна, в общем, это занимается. Иван, такой вопрос, ну, это была больше такая шутка. А что у нас, вот Украина решила, что было бы неплохо купить израильский железный купол, да? Как вы думаете, эта идея будет иметь какую-то реализацию, или так и останется? Нет, конечно, естественно, не будет, потому что там миллион миллиардов секретных технологий. Я думаю, Израиль не продает даже какие-то там винтовки, что-то такое гораздо более легкое в Украине. Поэтому, когда начинаются разговоры про железный купол, я сразу как бы думаю, что это несерьезные люди ведут эти разговоры. Это в данных, в нынешних условиях просто невозможно. Иван, ну вот, скорее, да, уже, да, если мы говорим сейчас про вооружение, все вот ожидают, когда вот, и ты, я знаю, комментировал, ты это описывал в своем блоге недавно, сколько занимает время этим судном пересечь океан, потом выгрузится и пересечь европейский континент и так далее. Но наши ребята держатся там из последних, в Северодонецке, в Лисичанске. Ты, кстати, считаешь, что не факт, что их можно будет все-таки удержать. И тем не менее, они держатся. Как ты думаешь, то есть, вот, опять-таки, наверное, вопрос, который тебя задают уже неоднократно, но когда мы реально почувствуем уже влияние этих, эффект этих, этого вооружения, и как скоро он сможет повлиять на ход событий на фронтале. Ты бы сейчас спросил, когда Украина победит в этой войне? Вот любимый вопрос всех, когда война закончится? Ну, о, Боже. Я в таких случаях говорю, где-нибудь здесь есть написано, гадалка Таро, там вот это вот все. Я, кстати, на самом деле себе уже решил купить карты Таро и проверить, насколько карты Таро, буду сам прям сидеть, раскладывать, и насколько их предсказания будут отличаться от того, что... Ну, Иван, да, Иван, ты... Телевизор. Игры с действиями будут отличаться. Действительно, вопрос... Вот задашь его уже, поверьте, наверное, даже лучше будет, ты прав, вот лучше даже на него не пытаться отвечать и лучше не задавать. Но смотри, Христогрозив еще во время битвы за Киев, помнишь? Тот Христогрозив, Беллингкет, которого уважают, мнению которого прислушиваются. Миллионные просмотры любого интервью Христогрозива. Вот он говорил, что резерв русской армии вот буквально через неделю истощится, да, то есть это еще март. Ну, посмотри, уже 33 месяца и как бы... Так он прав оказался. Насколько мне известно, российские войска не стоят сейчас под Киевом, Черниговом. Они были вынуждены отойти. Ну, то есть, посмотри, сколько у них... Как они бьют по Севердонецку с трех направлений и просто неискончаемы абсолютно. Он говорил, что не хватит резервов на проведение той операции, которую они тогда затеяли. И не хватило, и они отошли, и они поняли, что так они не могут, и собрали все свои войска в одной маленькой точке. И сейчас бьют в эту маленькую точку. На это у них резервы, к сожалению, есть. Еще будет, я думаю, долго будет хватать резервов на то, чтобы убить... Конечно, потому что, ну, мобилизационные резервы довольно большие, техники законсервированные, советские еще, огромные просто горы, бесконечные поля. Сейчас, буквально сегодня я видел ролик, как какие-то ураганы едут, установки урагана из Сибири в направлении Украины по железной дороге, ну и так далее. То есть, в принципе, Россия способна вести эту войну довольно долго. Что может помешать вести долго? Это, конечно, даже не общее количество, а динамика отстрела российской артиллерии. Если привезут эти системы Хаймерсы, и эти Хаймерсы начнут использоваться необходимым, должным образом, уничтожая российскую артиллерию, там, 10, 15, 20 артиллерийских установок в день, для чего, собственно, Хаймерсы и были созданы изначально, то тогда, конечно, Россия поймет, что дальнейшее ведение боевых действий будет для нее просто опасным. Она проиграется, сможет эту войну. Поэтому, да, нам нужно сейчас надеяться, чтобы как можно быстрее привезли эти установки. Ну, а дипломаты и военные, наверное, должны, как бы сказать, подстегивать американцев, британцев и немцев, наверное, даже, чтобы они поскорее все это предоставили Украине. Потому что, причем в нужных количествах. Доброе слово и пистолет всегда лучше, чем просто доброе слово. Спасибо, Иван. Спасибо.